В правительстве предпринимают меры для улучшения условий пребывания ингушских паломников в святых местах Мекки и Медины. По этому поводу в Кабинете Министров провели совещание. Подводя итоги Хаджа-2015, у премьер-министра возникли некоторые замечания в адрес организаторов паломничества. Все подробности в материале Пресс-службы правительства. В правительстве Ингушетии под председательством премьер-министра Абубакара Мальсагова состоялось отчетное совещание по итогам Хаджа. Как сообщил заместитель председателя комитета по Хаджу Харм Таршхоев, в этом году паломничество совершили 1400 паломников из Ингушетии. В основном Хадж прошел без особых нарушений. Если и возникали какие-либо проблемы, то они устранялись мгновенно. Выслушав доклад заместителя министра по делам национальности и печати информации региональной политики Руслана Мизеева, председатель правительства Абубакар Мальсагов сделал ряд замечаний и сделал акцент на то, что именно к таким важным вопросам, как вылет паломников, нужно относиться более серьезно. Пример также отметил, что представители муфтията должны строго держать все под контролем до вылета последнего паломника. Значит, ситуация была такая, что на вокзале, где мы провожали, на автовокзале, был скандал. Был скандал в каком смысле? Там, во-первых, были люди, которые первый раз едут в Хадж. Едут семьи. И когда прошли паспорта, значит, семьи разделили. Значит, вы искали, кто полетит? Не вы. Вы, вот, шоколад, алкаловар. Значит, здесь люди бегали, ваши от вас, не знаю что. Искать кого. Пока я разговаривал с этим Алиханом, смотрю, Алихан уже прошел форму и уже улетает. Алихан, ну что, мы что, мы что, мы что, кто здесь не остается? Никто не оставался. Кто там остался у вас? Кто там, молодые ребята остались? Чем они там занимались, я не знаю. Но дело в том, что работу вообще, вот ту работу, которую должны были организовать, работа была не организована. Также недовольство председателя правительства вызвало информацию о задержке выдачи паспортов гражданам, совершающим Хадж. Здесь было выявлено много недоработок. 4 сентября в количестве 1300 паспортов вы сдали. 4 сентября. Как они могут успеть, как вы можете успеть, если 4-го сдали, эти паспорта все разложить, и чтобы в 8-го числа первый рейс пошел. Тем более вы не сказали, кто у вас расписан на первый рейс. Заместитель председателя комитета по Хаджу Харан Таршоев признал некоторые упущения в этом вопросе и пояснил, что до полной готовности принять паломников на местах задержка с выдачи паспортов возникает. В этом году они поставили такую систему, пока там, в Саудовске, аравии, за гостиницу в Медине, за палатки, за пропуски, за питание, пока полностью оплата не будет сделанной, они доходства паспорта не принимают. На вопрос председателя правительства «Почему?» Харан Таршоев ответил, что все основные проблемы возникли из-за перевода денег в Саудовскую Аравию. Были проблемы с переводом денежного скрытия в Саудовскую Аравию. Абубакар Мальсага в жесткой форме сделал замечание по поводу того, почему при возникновении таких серьезных проблем комитет по Хаджу не обратился за помощью в правительство. «Почему? Мы не можем привезти деньги, если правительство, если администрация к главу. Вы могли обратиться?» Шадед Черсеев, помощник председателя правительства, обратился к Абубакару Магомедовичу с просьбой улучшить условия пребывания паломников на местах, учитывая сложность передвижения к определенным святым местам и учитывая ценовую политику. В ходе совещания было принято решение поменять туроператора и устранить все недоработки, выявленные по итогам проверки, чтобы впредь не возникало проблем с получением паспортов и перечислением денег. Председатель Совета Тейпов Ингушетии Улан Явлоев предложил изменить некоторые вопросы по выезду паломников. В ходе совещания было установлено, что в республике ежегодно организация Хаджа осуществлялась комитетом по Хаджу. Данный комитет не имеет никакой организационно-правовой формы, то есть нигде не зарегистрирован как юридическое лицо и не является структурным подразделением другой организации либо органа. Юридически заключение договоров с паломниками осуществлялось с аккредитованной турфирмой общества с ограниченной ответственностью вокруг света, генеральным директором которой является Магомед Мейриев, заместителем директора является Харон Таршкоев. Фактически вся работа проводится с участием Духовного центра «Мусульман». Оплата паломниками производится наличными, при этом никакие финансовые документы не оформляются и не ведется налоговая отчетность указанной фирмой. В этой связи принято решение о создании комитета по Хаджу при правительстве Ингушетии как консультативно-совещательного органа и определение альтернативной кредитованной туристической фирмы. Абубакар Мальсагов отметил, что нужно сделать все возможное для улучшения условий во время пребывания паломников в святых местах. Председатель правительства дал ряд поручений соответствующим органам детально рассмотреть все вопросы до мелочей, чтобы в дальнейшем таких грубых нарушений не возникало. Минацию Ингушетии поручено в срок до 20 января представить соответствующие документы. Пресс-служба правительства Ингушетии.